Добрый день! Если бы мы с вами стали говорить о магнитном поле, то его можно было бы объяснить словами, формулами или показы физическими приборами. А можно, как это сделал Майкл Фарадей, когда он взял лист бумаги, на него насыпал железные опилки, и как только он под бумажный лист поместил магнит, опилки выстроились в линии. Благодаря этому мы увидели присутствие обычно невидимого. Магнитное поле получило возможность быть явленным взглядом непонимающих формулы и приборы людей. Оно стало зримо существующим. Я расскажу об искусстве репрезентации, мастерстве передавать научный поиск и точные знания не классической музейной парой предмета-текст-этикетки, а языком простых экспериментов, игры, образов, обращения к ощущениям пришедших в музей людей. На примере двух экспозиций путешествующие выставки «Засушеному верить» и постоянные экспозиции «Как пройти в люди». Выставка «Засушеному верить» мощная и тонкая одновременно. Бережная к людям. Она сделана для понимания природы человеческой агрессии и риска ее проявления в ситуациях неравных сил. Чаще всего это ситуации начальник-подчиненный или родитель ребенок. Выставка начинается с истории обнаружения возле бараков Соловецкого лагеря особого назначения луговых трав, занесенных вместе с людьми за несколько тысяч километров. Тоталитарные системы потому так и называются, что общество целиком оказывается под контролем, под угрозой репрессий. И в отличие от других государственных систем, все люди тоталитарного общества должны быть вовлечены в агрессивную политическую борьбу. То есть в таких общественных системах все оказываются участниками. Человечество – эволюционно молодой вид. В нашем мозге нет твердо прошитых запретов на применение агрессии к представителям своего вида. И замена прямой агрессии на ритуальную демонстрацию или разнообразные способы умения договариваться – вот такая замена возможна только культурными инструментами, которые постоянно надо поддерживать. Недаром тоталитарные прошлые относятся к диссонантному трудному наследию. Одно из последствий тоталитарной системы – отторжение прошлого и психологическое дистанцирование. В норме человек не должен хотеть быть погруженным в тяжелый опыт. И выставка «Засушенному верить» предлагает способ не политического рассмотрения прошлого, а научного. И предложение извлечь пользу, сделать знания ценным, значимым опытом, узнаванием и пониманием себя и других. В нашем обществе высокий уровень повседневного насилия, физического, вербального, смещенного и переадресованного. И все еще мало распространенная практика рефлексии и научного анализа. Именно поэтому важно нащупать в себе следы моделей поведения, которые достались нам в наследство от десятилетиями, длившейся системного использования разных типов агрессии. И перестать транслировать эти калечащие модели поведения своим детям. Для этого выставка «Засушенному верить» предлагает способ разговора с прошлым, и о прошлом с помощью дополнения традиционных архивных документов, естественно, научными знаниями и свидетельствами следов событий, которые сохраняет природа. Вот так выглядит выставка. Виден театральный язык, сценографию сотворил художник Петр Пастернак. В ансамбле соединены результаты разных дисциплин. Всего у выставки было 108 консультантов из разных областей науки. Выставка пронизана обращением к телесному опыту и сопереживанию. В экспозиции «Дважды» есть предложение отозваться репликами. Для эмоционального соучастия в выставку введены работы современных художников. В каждом новом городе мы с принимающими музеями собираем местные истории и листы Гербария. И выставка с соединением исторических и естественно-научных документов оказывается органично вписанной в пространство Государственного музея архитектуры имени Щусева, Пермской художественной галереи, музея города Норильска или музея истории Казанского университета. Сухие растения становятся документами или символами живой памяти, как вот это зеленое пятно трав в Норильске, или символами не поднимающих головы заключенных, сил у которых осталось только на то, чтобы пережить, как у этих поломанных седумов под снегом до весны, и символом желания и умения вглядываться в себя, как на этом срезе ткани дерева под микроскопом, который сопровождает литературвический текст, ключ к прочтению Вишеры Шаламова. Система юридических норм показана сцепленными отрывающимися стульями с подвижными спинками, у которых разновысотные металлические голоса. Рваной мозаикой внахлёст даны советские газеты с 1918 по 1991 год. И это деконструкция системы обесчеловечивания врага и вовлечения всего общества в проявление агрессии. И ещё это узнаваемый бык Герники Пикассо, маскулинный и трагический одновременно. Естественно, научные доказательства даны выстроенными в хорошо считываемый ряд картинками с короткими, явными, помогающими подписями. Основные тексты этикеток сделаны как закадровый голос. Выставка предлагает прикосновение мысленное, эмоциональное и физическое. В ситуации с лампой и свет, который горит, пока мы держим палец на кнопке. И от этого мы видим, как у тёмных покорёжных фигурок есть человеческие лица. Это наше движение к этим людям и символ памяти, потому что они будут в нашем восприятии людьми, пока мы соглашаемся это делать и хотим помнить. Выставка сделана на грант и по итогам получила диплом лучшего реализованного проекта благотворительного фонда Владимира Потанина. Получила диплом Министерства культуры Российской Федерации и специальную номинацию жюри конкурса Санитер Музея 2018 года за особый подход к созданию выставок. Экспозиция засушенному вере сделана для обретения субъектности, людей, от которых не осталось имёна могил и нашей. Людей, которые могут выбирать, помнить ли события прошлого и какие, изучать ли свою историю, принять ли ответственность за собственную жизнь и быть самостоятельными творцами этой своей жизни. История и репрессии имеют прямое отношение к нашему музею, потому что после сессии «Восхнил» 1948 года были разрушены экспозиции эволюционной биологии и генетики. Создатель и директор музея Борис Заводовский пытался отстоять их значения в развитии страны и важности участия в мировой науке. Он оставил пост директора, чтобы сохранить музею жизнь, но вскоре после этого умер. В смысле уровня экспозиционного мастерства музей не может прийти в себя до сих пор. Многое мастерство музейного дела, которое было развито в нашем музее, приходится открывать заново. Следующий пример – это постоянная антропологическая экспозиция, как пройти в люди. Она содержит академическую часть с основным доказательным рядом ископаемых находок предков человека. И ее основной стержень – понимание нами человечности и ощущение того состояния, которое мы можем в прошлом или в себе сегодняшних, можем назвать гуманистическим. Борис Заводовский называл музей-лабораторий не только потому, что в нем была действующая лаборатория физиологии человека и животных, результаты работы, которые были представлены, бывали представлены на международных конгрессах за рубежом, но и потому, что экспозиции были построены так, что люди, приходящие в музей, оказывались не только зрителями и слушателями экскурсий, но и исследователями. По этому же принципу построена экспозиция «Как пройти в люди». Единственная действующая экспозиция музея с открытой экспериментальной частью, которая помогает научаться с помощью личного опыта понимать, что показано в витринах. Эксперименты, вот как здесь на этой фотографии, размещены на столе и проявили на витрине, в соседнем зале, на полу и на банкетках рядом. Постоянная экспозиция «Как пройти в люди» сделана в партнерстве с научно-популярным порталом anthropogenes.ru и при участии нескольких десятков научных консультантов. И чтобы придумать каждое простое на вид задание, нужно было изучить данные новых областей научного знания о поведении человека и восприятии нами мира. Когнитивной психологии, нейроархеологии, поведенческой экономики и других. С точки зрения анатомии, физиологии, неврологии или генетики мы обезьяны. Но человек сложнее и разнообразнее, чем модели, с помощью которых нас изучают. И одновременно у нас есть неожиданные детали, например, жабры, следы, а скорее результаты, которые помогают нам слышать и разговаривать. У нас есть развитая фантазия. Именно поэтому можно предлагать интеллектуальную игру, как на фотографии слева, и увидеть себя не вершиной творения, а более хвостатым существом, чем арангунтан, у которого копчик, но один позвонок меньше. И полезно предлагать интеллектуальный выбор. Решение, в котором не два по количеству чаш весов с идеальной моделью слева и иронической, а больше. Потому что мы первый и единственный вид, чья судьба всецела в наших руках, а не только в руках химических соединений и инстинктов. Еще один простой прием. Я предлагаю собрать вторую цепочку ДНК из цветных шайб по простому правилу. Это занятие отлично включает активность мозга через руки и дает детям опыт важного феномена, которым в том числе природа достигает разнообразия, представленного в большой витрине рядом. Цепочка длинная, и при сборке не минуем ошибки. Это духоподъемное задание не только говорит о праве на ошибку, но и объясняет, что передача информации – важнейший атрибут живого. И что именно такими точечными изменениями получаются индивидуальности даже из однояйцевых близнецов. Что ошибки бывают не только губительны, но и удачно подходящие к окружающим условиям и дают преимущество. Еще бывают ошибки, которые накапливаются, а потом от одного спускового изменения в ДНК сразу дают большой скачок преобразования в организме. И получаются новые виды живых существ. Задание на сложные темы конвергенции, близких признаках у неблизких видов, даны с помощью игры с фигурками, пересекающимися множествами. Но эти разноформные фигурки отлично подходят для тихой игры с малышами, которые часто сопровождают старших детей. Панцирь черепахи. Не только возможность отдыха и движения, но и телесный опыт глубокого единства структуры, функционирования и происхождения, которые есть в живых существах. Вот этот предметный ряд показывает науку скульптурной реконструкции внешнего облика по костям черепа. И средняя его часть с тремя последовательными стадиями реконструкции представляет сначала человека как объект исследования, там, где на половине лица виден череп, а половина лица восстановлена. Потом человека, который похож на крепкого старика с миграционным опытом. А потом мы с удивлением видим тоже лицо, но форму усов и бороды, шапка с навершием и кафтан с высоким воротником прямым текстом говорят нам о статусе этого человека. И на этих классических предметах физической антропологии можно обсуждать феномен субъектности и феномен социального статуса его восприятия. Вот это очень простой прием. На обводе черепа слева у нас разбегаются глаза. Мы не сразу понимаем, на какие линии смотреть. На черепе справа всего лишь тонировкой мы получаем возможность увидеть две нужные линии – контур черепа и внешний контур лица. Для любителей деталей можно показывать подробности схемой. А для людей, чувствующих и с хорошо работающими зеркальными нейронами, можно показать ладонь орангутана и сказать, что попилярные линии есть у всех обезьян. И сердце у нас бьется в похожем ритме, и сбивается этот ритм от похожих причин. Цветное зрение досталось нам от очень мелких древесных обезьян. И от него легко переходить к социальному взаимодействию и коммуникации. Показать в детской игре поиск отличий двух картинок, что от природы мы умеем хорошо обращать внимание на съедобное, тревожное, своих и чужих. Причем своих мы видим с большим вниманием и с пониманием выражений лиц. Ниже двух картинок предложена на первый взгляд провокативная игра – разобрать все лица на людей с темной кожей и людей со светлой кожей. Но это не получится сделать, потому что внимательное рассматривание лиц приведет к тому, что мы увидим широкую градацию цвета кожи. И главное – мы начнем вглядываться в непривычные, незнакомые и чужие лица. Вторым шагом я предлагаю разделить всех этих людей в среднем ряду по внешним признакам – людей в красном, в грязном, в странном, в шапках и в очках. Так мы часто описываем незнакомцев. И третьим шагом я предлагаю в ближнем ряду разделить всех этих людей на мам, пап и детей. И вот еще простой прием – дать увидеть полезные и научно-популярные книги. Но оказалось, что люди не только смотрят корешки с названиями, как если бы это был перечень рекомендованной дополнительной литературы, но и подолгу сидят и читают. И особенно популярны книги философа Оскара Бринюфье. Экспозиция «Как пройти в люди» показывает человека не только как физическое тело, но и как сложный результат биологической и культурной эволюции. В биологическом музее можно создавать трансдисциплинарные путешествующие выставки, такие, как засушенному верить, которые смогут приглашать музеи разного профиля. И междисциплинарные постоянные экспозиции, использующие результаты современных гуманитарных знаний о человеке, как это делает экспозиция «Как пройти в люди». И еще важно учиться разговаривать с пришедшими в музей людьми не на языке стандартной этикетки, а на живом языке, как если бы мы гостеприимно встречали их и разговаривали, создавая важное для восприятия настроение. Спасибо большое и будьте здоровы!